12 мая 2020 года. Сегодня мы с вами идем в старый город, идем к Явским воротам. Прошли мы через район Ямин-Муше и по дороге видели что-то интересное. Во-первых, оказывается, уже вовсю цветет гранат. Кроме того, зацвела олива. Мало кто знает, что оливковое дерево цветет, да еще очень симпатичными вот такими вот меленькими бело-желтыми цветочками. Ну, а впереди у нас Явские ворота и старый город. Я намереваюсь рассказать вам немного о старом городе, а вот что мне удастся показать, не знаю, потому что что нас там ждет, действительно не знает никто. Старый город во время карантина был полностью закрыт полицией, и мы с Рафаилом не были там, боже мой, почти полтора месяца. Ну, вперед, посмотрим, что мы увидим. Ну, вот мы и подошли к Явским воротам. Они, собственно, за моей спиной. Старый город Иерусалим – это историческая часть древнего Иерусалима времен Христа. Во времена Господа Иерусалим был больше нынешнего старого города, примерно в полтора раза. И нынешний старый город – это верхняя часть Иерусалима I века. Однако, должна вас сразу разочаровать, от времен Господа Христа там практически ничего не осталось, потому что Иерусалим очень много раз разрушался за эти две тысячи лет. Ворот у нас в городе восемь. Семь из них действующие, и одни ворота, золотые ворота, заложены камнем. Мы о них уже немножко рассказывали. Итак, мы с вами сейчас пойдем в христианский квартал и посмотрим, что там. Ну, пока вокруг старого города, что мы заметили, народу довольно-таки поприбавилось, так ощутимо люди вышли на улицы. Вот здесь есть такая торговая улица. Это старинный район Мамила, который превратили в такой вот торговый променад, наверное, так надо сказать. И он был, естественно, полностью закрыт во время карантина, а сейчас некоторые кафушки пооткрывались. Правда, работают они в системе take-away, то есть только купить на вынос можно. И люди довольно активно пошли. А вот привычных нашему глазу туристических автобусов около стоянки карта, увы, нет, потому что туристов действительно у нас по-прежнему нет. И вряд ли будут туристы в ближайшее время даже внутри страны. Все-таки, я думаю, пока попридержат. Ну, пойдемте, пойдемте в христианский квартал, поглядим, что там делается. Поехали! Ну что же, наша теория вакуума с Рафаилом, по-моему, срабатывает, да? Если где-то образуется вакуум, это ненадолго, он обязательно чем-нибудь заполнится. Паломников и туристов в городе нет, но оно понятно, страна закрыта. Соответственно, в городе полно религиозных евреев, которые усердно идут молиться, к стене плача, и делается их все больше и больше. Если раньше они, может быть, чувствовали, что как-то толпы паломников, туристов христианских несколько мешали им, то теперь они заполняют улицы. А может быть, их стало просто больше видно из-за вакуума. Почему не ходят наши местные христиане в старый город? Ну, я думаю, что, во-первых, в основном-то все на работе, начнем с этого, да? А во-вторых, ну, может быть, немножко боятся как-то всей вот этой коронавирусной ситуации. И пока еще не набрались смелости эти, да и храмы-то все же все равно закрыты. Поэтому вот только такие сумасшедшие блогеры, как мы с мужем, ходят здесь сегодня. Это в смысле из христианской общины. Ну вот мы спустились от Явских ворот к знаменитому перекрестку, на котором все паломники должны хорошо помнить, что вот тут надо повернуть налево для того, чтобы попасть ко гробу Господню. Направо идет улица Святого Марка, это к Мараницкому монастырю, там наши группы иногда раньше останавливались. А налево улица христианского квартала, прямая дорога ко гробу Господню. Магазины всей лавки закрыты, ну, практически все. Видите, кто-то все-таки пытается отчаянно торговать, видимо, надеясь на израильтян, которые могут прийти погулять в старый город, пользуясь послаблением в нашем карантинном положении. Зато эта древняя византийская улица, вот в таком безлюдии, конечно, выглядит просто прекрасно. Можно ощутить вот именно эту дорогу ко гробу Господню. Кстати, здесь есть мостовой и камни от византийского периода оставшиеся. Разумеется, все древности в Иерусалиме находятся под землей. И вот эти камни мостовой тоже находились под землей. Их обнаружили во время ремонта канализации и нарочно подняли и положили уже вот в мостовую современную. В старом городе очень любят котов. Оставляют для них водичку и питье. И это не случайно. У нас, в общем-то, здесь здания все очень-очень старые, канализация тоже старая. Поэтому полно мышей, крыс, могут и скорпионы попадаться, и всякие. И коты в этом деле незаменимая совершенно вещь. Так что котиков здесь уличных очень даже приветствуют. А вот это питы. Самый вкусный на свете наш местный хлеб. Это питы с зоотаром. Они посыпаны специальной травкой. Делают ее из сопа. Того самого растения, которым вы читаете в 50-м псалме. А крапишами из сопа и очищусь. Мы поворачиваем с вами направо, на улицу Святой Елены. И идем ко гробу Господню. Храм, конечно, закрыт. Но мы хотим просто подойти и посмотреть, что там. Может быть, к дверке хотя бы приложится. Идем кое-что. Ну что же, вот двери храма гроба Господня. Закрытые ощущения действительно, как Мария Египетская. Пришли в храм поклониться, и Господь не пускает нас в храм. Не только нас с Рафаилом, не только нас всех иерусалимцев православных, но и вообще сейчас во всех городах странах, где закрыты православные храмы, вот это ощущение, что, может быть, грехи наши действительно превысили долготерпение Божие. И Господь прижигает сейчас какие-то серьезные болячки, болезни в нас вот таким отлучением от церковного общения, от литургии. Может быть, что-то было неправильным и в самой церкви. И я думаю, сейчас многие священники, архиереи, а может быть, и патриархи тоже об этом наверняка ведь думают, если они люди верующие, конечно. Так что серьезный момент исторический, мои дорогие, но будем надеяться всей душой, что все равно ведь и в этом промысел Божий. И счастливы мы, что мы пока дышим, ходим, смотрим, слышим, значит, можем молиться, а значит, для нас еще пока не все потеряно. Вот такие вам ободрящие слова от закрытых дверей храма гроба Господня. Ну что вам сказать? С одной стороны, грустно, но с другой стороны, как-то ощущение, что мы проходим через какое-то ощущение. Вот правда мы не выбрали это, это как-то невольно нас заставили, да, закрыли границы, каждая нация сидит у себя, каждый город более или менее, то есть тоже люди как будто отлучили друг от друга, но у меня какое-то радостное ощущение, что я как не просто зря здесь, я как представитель для всех, которые не могут здесь побывать, да, это звучит так немножко, да, не скромно, но если человек так чувствует, ну, наверное, в этом какой-то доля правды тогда есть. В Иерусалиме можно встретить много нестандартных верующих людей. Этот человек в Белом Хитоне – Джеймс, по-русски Иаков. Он ходит босиком и по целым дням молится у гроба Господня. Однажды муж услышал его разговор с кем-то и узнал, что этот человек имел хорошую мирскую профессию и однажды отдал все, что имел, ради Христа. Поскольку наши монахи-святогробцы не дают интервью без специального разрешения от патриархии, а получить его не просто даже аккредитованным журналистам, мы решили побеседовать с тем, кого Бог послал. Итак, что вы думаете? Что происходит? Почему мы имеем в виду COVID-19 ситуацию в мире? Ну, это не мистерия. Но мы знаем, что Христа ответит. И это сейчас, что это вопрос. Особенно верить в Европе, когда все остальные кто-то так боится. И, вероятно, мы должны быть осознанными. Но, вероятно, все остальные, и мы действительно верим. Если Христа для нас, кто может быть против? Пола говорит. Итак, вы верите, что это преступление для определенных ошибок? Я говорю о всех христианах в целом. Может, lack of faith. Ну, это правда. В простое минуты. Это правда. Это правда. Это правда. Это учащий. И здесь есть дисциплина. Это как бы, как мы понимали, что мы приучим, это надо проверить. Но это не только от любых. Все настаточное, который происходит в жизни, да и других. И это правда. И, вероятно, это правда. formulая ситуация помогает. помогает нам поднять нашу фокусу на то, что самое важное, на Бога Himself, и не на то много денег, и на то, что в мире, и, опять же, за то, что делать, чтобы было слишком херстно и от контроля. Как вы думаете о связи с COVID-19 с днем последнего День Пятого? Потому что многие крестивцы сейчас говорят, что это начало и кончено. И yet, Jesus, когда он говорит о том, как болезни и плаги и войны, он говорит, что кончено не yet. И Paul говорит, даже на его время, о том, что Jesus пришел. И это же, что его время именит. Он может прийти в любом случае, что он хочет. Но самое главное, что мы любим Бога и друг друга. Он должен быть готовым. И это же, что мы будем судить. Специально. Это верно. Очень верно. Если я могу спросить личное вопрос. Как вы приехали в Иерусалим? Нет, вы не были здесь. Нет, я не был здесь. Но я получил возможность 23 лет назад. Я Nee einfach доходил. Я зайду fikиться в Логической Семи. Мне в моем случае было бы искать Немegensю о Божемке. Он организовывал пользу. Онonosавшил приехать, я продолжал fourteen. И я был в последнее время здесь 11 лет, и в последнее время в Holy Sepulchre. Какой был вашей occupации раньше, если я могу спросить? О, это же самое, жизнь dedicated к Господу. Я живу жизнь, как Jesus его апостолировал, за несколько 30 лет. Поэтому они отправили их с ничего, нет денег, нет шоу, просто тюнинг, чтобы евангелировать, чтобы распределить Господу. Так что вы какого-то притча, притчащего притчащего дома? Иерусалим удивительное место. Здесь можно услышать полезные слова и от христиан других конфессий, и даже от иноверцев. Господь призывает к Своему гробу всех, и тех, кто приходит, щедро отделяет Своей благодатью. Мы прощаемся с вами сегодня, а завтра покажем продолжение нашего путешествия по христианскому кварталу Старого города. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...